Итак, на первых полосах всех мировых изданий громкий спортивный скандал. Шокирующее признание сделала Мария Шарапова. Российская теннисистка, за которую болеют миллионы людей на планете, принимала мельдоний, препарат, запрещенный с 1 января этого года. Тот же, что и фигуристка Екатерина Боброва, о положительной допинг-пробе которой стала известна накануне. Теперь Шараповой грозит дисквалификация, она может пропустить Олимпиаду в Рио. Обо всем подробнее Жанна Агалакова. Мария Шарапова не стала дожидаться, что новость о допинге попадет в прессу окольным путем. Созвала пресс-конференцию и обо всем объявила сама. Я получила письмо от Международной теннисной федерации о том, что я провалила допинг-тест на открытом чемпионате Австралии. Я совершила ошибку и несу за это полную ответственность. Последние 10 лет я получила препарат под названием Милдронат от моего семейного врача. А уже после того, как пришло письмо из федерации, я узнала, что у этого препарата есть другое название – Мельдоний. Мой доктор прописывал мне этот препарат в связи с проблемами со здоровьем. Милдронат, он же Мельдоний, прописывают при ангине, ишемической болезни и диабете. В Америке его не выпускают, а в странах бывшего СССР этот препарат продают в аптеке. Выяснилось, что повышая выносливость организма, он помогает спортсменам справиться с высокими физическими и нервными нагрузками. Его включили в черный список с января этого года. Спортсменов предварительно оповестили, но Шарапова пропустила важную новость. Я сделала большую ошибку. Я расстроила своих фанатов и нанесла вред спорту, которым занималась с четырех лет, и которой я так сильно люблю. Я знаю, что теперь мне предстоит столкнуться с последствиями моего поступка. И я не хочу завершать карьеру таким образом. Я надеюсь, что мне будет дан еще один шанс сыграть в эту игру. Мария Шарапова временно отстранена от соревнований с 12 марта. Если будет доказано, что она специально принимала препарат, чтобы улучшить свои спортивные результаты, ей грозит дисквалификация до четырех лет. Но многие считают, что наказание не будет столь суровым. Безупречная карьера теннисистки, ее добровольные признания и отказ от повторного анализа, и даже тот факт, что она сама объявила о результатах допинг-теста, должны сыграть в ее деле положительную роль. Однако участие Шараповой в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро этим летом маловероятно. Пусть говорят, что мы не выступим на Олимпиаде теперь. Никакой угрозы российскому теннису после допинг-пробы Шараповой нет. Никакой угрозы. Мария продолжает карьеру после этого. Седьмая ракетка мира. Одна из десяти женщин в истории, которым удалось выиграть все турниры Большого шлема. Лидер по рекламным заработкам и просто умница и красавица. Мария Шарапова – гордость отечественного тенниса. Однако дисквалификация может скорректировать ее профессиональные планы. 19 апреля Марии исполнится 29. Впрочем, сама она на пенсию пока не собирается. Я знаю, многие из вас подумали, что я объявлю об уходе из спорта сегодня. Но если бы я решила уйти, я бы не стала объявлять об этом в Лос-Анджелесе, в отеле с таким ужасным ковровым покрытием. Между тем, запрещенный препарат Мельдоний сыграл злую шутку и с другими российскими спортсменами. В феврале был улечен в его применении велогонщик российской команды «Катюша» Эдуард Варганов. А в понедельник стало известно о положительном допинг-тесте фигуристки Екатерины Бобровой. Не исключено, что список попавшихся на Мельдоний еще может быть продолжен. Эксперты говорят, что совсем недавно, в 2015-м, этот препарат очень активно прописывали российским спортсменам. Продолжение следует...